Динозавры Миллионы лет продолжая развивать эти качества, они в конце концов эволюционировали до современных птиц. Такую вполне логичную картину с ног на голову перевернула международная группа ученых, обнаружившая новую кандидатуру на роль раннего предка динозавров. Ей оказался архозавр Телеократор Радинус, фрагменты скелета которого были найдены в Танзании. Кто такие Телеократоры и чем они отличаются от тех динозавров, которых мы привыкли себе представлять? Нам удалось выяснить у заведующего кафедрой палеонтологии и стратеграфии КФУ Владимира Силантьева. Выражаясь современными терминами, это четвероногие трехметровые ящероподобные животные с большим длинным хвостом. По-видимому, они были хищниками, потому что у них хорошо развиты зубы. Четыре ноги они использовали для того, чтобы настигать добычу. Телеократору долгое время не могли найти однозначного места в родословной древних присмыкающихся. Причиной тому недостаточное количество найденных останков. Исправить ситуацию удалось благодаря находке новых окаменелостей животного. В частности, удалось найти кости голеностопа, которые пролили свет на то, что Телеократор является одним из древнейших представителей птичьей линии эволюции. И вот у Телеократоров особенности костей сходны с костями большинства динозавров. Из-за этого сходства и пришли к выводу, что это возможные предки, потому что до Телеократоров такие особенности костей раскопаемой летпосы пока не наблюдаются. Абеля Шамилова, Универньюс.